Шонбрун Своё название дворец получил от этого источника. В начале XVII века, гласит легенда, его обнаружил император Матиас во время охоты. Об этом напоминает старинная плита с монограммой императора. Там, где некогда простирались охотничьи угодья, ныне расположен один из красивейших дворцово-парковых ансамблей Европы. Шонбрун возник в период расцвета власти Габсбургов после триумфальных побед над Османской империей. Вдохновителями проекта были император Леопольд и особенно его сын Йозеф I. Он мечтал о такой резиденции, которая могла бы соперничать с самим Версалем. Гениальный придворный архитектор Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах воплотил эту мечту в чертежах, но едва ли кто-нибудь всерьез верил в ее осуществление. По второму проекту Фишера, на порой нового XVIII века был сооружен этот охотничий замок. Но уже сорока годами позже Шонбрун полностью перестраивают в соответствии с волей императрицы Марии Терезии, и он обретает свой нынешний всемирно известный облик. Сад также перепланировали и расширили в правлении Марии Терезии. Глориэтта – его завершение и украшение. Сад был общедоступен. Как можно увидеть на картинах Каналетто. Штат прислуги состоял из тысячи человек. Они следили за порядком в саду и помещениях дворца, которых насчитывалось 1200. Горальный зал дворца – Большая галерея. В течение двух с половиной столетий она являлась сценой для великолепных празднеств. 40 метров в длину, 10 метров в ширину и столько же в высоту, перекрытая сводчатым потолком, фрески которого славят власть австрийского царствующего дома. Три мощные арки соединяют Большую с Малой галереей. Высокие, ведущие в сад двери террасы, придают законченность этому залу. Прелесть Шонбруна в чарующей гармонии имперского блеска и интимности. Китайские лаковые миниатюры и драгоценный фарфор украшают круглый китайский кабинет. Во времена Марии Терезии он служил совещательной комнатой. К нему ведет потайная лестница. Предполагает, что из-под пола сюда поднимали накрытый стол. Это позволяло совещаться, не опасаясь нескромных ушей прислуги. После деловых бесед Мария Терезия предавалась здесь своей страсти к игре. Причем императрица охотно ставила крупные суммы и довольно часто проигрывала. Что отнюдь не радовало ее состоятельного, но и весьма экономного супруга Франца Штефана. Свободное время император посвящал своим естественно-научным интересам. Императрица же коллекционировала произведения индо-персидской живописи. Она утверждала, что они для нее драгоценнее всех бриллиантов в мире. 260 миниатюр на пергаменте украшают так называемую миллионную комнату. Она выложена панелями из розового дерева. Внутренние покои Шонбруна Мария Терезия постаралась оформить как можно более уютно, по-семейному. Дворец пронизан духом великой императрицы. Ее прославленная любовь к семье руководила ею как в государственных делах, так и в домашнем кругу. Императрица хотела, чтобы в летнем дворце ее дети были рядом с ней. 16 детей и каждый со своим маленьким двором. Представьте себе, сколько народу приходило в движение, когда на Пасху императорское семейство перебиралось из Хофбурга в Шонбрун. Здесь оставались обычно до поздней осени. Каждому члену семьи полагалось пять жилых комнат, а семейным парам – десять комнат. В этой комнате родилось большинство детей Марии и Терезии. В первые годы супружества здесь была спальня императорской четы. Когда Наполеон ненадолго остановился в Шонбруне после вторичного захвата Вены, он спал в этой комнате. В 1809 году в Шонбруне французский император скрепил договор о мире с Австрией и ее покорении женить бы и на красавице дочери императора Франца I, эрци-герцогини Марии Луизи. Их сын, герцог фон Райхштадт, носивший титул короля римского, умер здесь в возрасте 24 лет от туберкулеза. О нем напоминают детский портрет и горячо любимый мальчиком хохлатый жаворонок. Самые приветливые комнаты в доме на первом этаже. На огромных полотнах Йохан Венцельбергль расписал 11 помещений фантастическими, таинственными пейзажами из мира грез. Здесь находились детские. Искусство и природа тесно сплетались в архитектурных планах Шонбруна. Ничто не оставлялось на волю случая. Каждая деталь садового ландшафта тщательно продумана и образует с другими целое, в котором пленительно сочетаются барокко и классицизм. Геометрические идеи дворца и сада, взаимопроникновения архитектуры и природы, призваны к воплощению некой далеко идущей философской программы. Это идея о подчинении природы замыслу человека, заложенная в барокко. А Мария Терезия любила завтракать в компании хищников. Исторические клетки старейшего в мире зоопарка сохранились до ныне, но теперь в них помещают экскурсантов. Эпоха барокко, воспринимавшая мир как сцену, любила театральность. Овенский двор проявлял к ней особую склонность. Империя Габсбургов явила миру немало талантливых композиторов. В дворцовом театре Шонбруна принцы и принцессы царствующего дома состязались с лучшими артистами своего времени. Особой любовью императорской семьи пользовались экзотические растения. Пальмовый дом – смелая стальная конструкция. Сегодня это самое большое сооружение такого рода на континенте. Оно построено в годы правления Франции Йозефа, единственного императора, который не только родился в Шонбруне, но и скончался здесь. Вот на этой простой походной кровати, которая стала легендарной уже при жизни императора. Теперь здесь нет семейных портретов, некогда украшавших стены этой спальни. Но и прежде эта комната поражала своей скромностью по сравнению со всеми остальными помещениями дворца. Император не придавал значения современным ему бытовым удобствам. И лишь совсем незадолго до начала 20 века в Шонбруне впервые установили английский ватер-клозет. Ток из розетки, проточная вода, даже ванная комната для императрицы – все это Франц Йозеф считал новомодными экстравагантными штучками. Возможно, отчасти этим можно объяснить, почему императрица Елизавета крайне редко бывала в Шонбруне. Император же провел там последние годы своей жизни и правления. Всегда в один и тот же час он ехал в Хофбург. Венцы говорили, что по нему можно сверять часы. Еще и сейчас живы люди, помнящие маленький элегантный черный автомобиль императора. Он до ныне хранится в каретном сарае Шонбруна. Вместе со многими другими уникальными экипажами императорского двора. Кареты императоров и королей. Они катятся по долгой и богатой событиями истории владычества Габсбургов, которая завершилась в Шонбруне. Старый император, склонившись над своим письменным столом, правил документы. Железной дисциплине он не изменял до последнего дня. Разбудить завтра в четыре часа я не все успел сегодня. Таково было его последнее распоряжение к Эмердинеру. Через два года после смерти Франца Йозефа кончилось правление Габсбургов. А с ним исчезло и значение Шонбруна как центра политической жизни. Но остался дворец полной легкости и элегантности. И обязанность сберечь для будущего Шонбрун – это бесценное историческое наследие Австрии. Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok